Александра Жукова сегодня встречали в 24-й школе. Перед началом олимпийского урока небольшая экскурсия. Президенту Олимпийского комитета России показывают гордость школы уголок спортивных достижений. Здесь даже есть кубки за участие в соревнованиях, которые проходили еще в 70-х. Вот эта первая полка, она особенно ценная, потому что здесь такие вот прошлые лет. Спортивные традиции. Да, спортивные традиции. А в актовом зале гостей уже ждали школьники. На олимпийский урок Александр Жуков пришел не один. В роли учителей вместе с ним выступили трехкратная чемпионка летних игр по синхронному плаванию Мария Киселева и олимпийский чемпион-боксер Шамиль Сабиров. За свою карьеру он провел 180 боев, 160 из них завершились в его пользу. Но главная его гордость – золото домашней Олимпиады 80. И сегодня Шамиль показал школьникам несколько боксерских приемов и даже предложил ввести в учебную программу уроки самообороны. Повторяйте за мной. Поставили удар. Затем возвращаете. Затем вперед поставили. Такие же олимпийские уроки сегодня прошли по всей стране. В 24 российских школах. Вообще в таком формате школьники со звездами отечественного спорта общаются уже третий год подряд. За последнее время у нас дети значительно больше стали заниматься спортом. И главная идея олимпийских уроков, проведения крупных соревнований, в том числе и олимпийских игр – это вернуть моду на спорт. Вернуть у детей желание как можно больше заниматься спортом. Потому что спорт и здоровый образ жизни – это, в общем-то, основа всего. Сразу после олимпийского урока Александр Жуков отправился на встречу с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом оценить готовность спортивных объектов за 100 дней до игр.